Допустим, домашние животные, мы писали сочинения. А, ну, мама вам что-то давала, а вы писали. Да, сочинение. А что такое сочинение, вообще как его правильно писать, вы тоже знаете. Нет, мы знаем, как его правильно писать. Это просто берешь, тебе дают какую-то тему, допустим, домашние животные, допустим, жить в городе, и ты должен написать определенное количество страниц на эту тему. Ага, понятно. То есть, это вот тема, которую вам мама давала, и вы писали. Да. Так, что еще я вас хотела спросить. Так, а у вас учебники есть по русскому языку? Не помню. Где-то должно быть? Нету. Нету. Вот по школьной программе нету. То есть, есть, например, там просто книги, например, правильные... Вообще, ну, просто учебники, у вас какие-то учебники будут на руках? Нет, не будет. Вы вообще без учебников будете, да? Да. А по русскому... А, ну, вам через интернет, да, какие-то вот... Это самое, темы, да, вы их изучаете? По интернету, да, по скайпу? Да, нам учебники. Правила нужно вообще, где вы их возьмете? А мы записываем все, у нас там на доске пишут, мы на уроках сидим, там, вычисляем на доске, на доске пишут, а мы все себе переписываем. А потом мы запоминаем. В общем, только что вы видели первое знакомство наших детей с репетитором по литературе. Значит, мы наняли человека, это, ну, знакомая наша, уже знакомая, это женщина из нашей церкви, из Новосибирска, вот она по онлайн будет заниматься. Мы просто там в группе, где мы состоим, дали объявление. Если учить по литературе, сначала решили среди своих поискать, а потом уже, если нет, будем искать там по месту, в Иркутске может где-то, ну, вот так вот. И очень быстро нашли, слава богу, классно. Вот, и женщина, это будет обучать наших детей, вернее, она даже не будет обучать, она будет готовить наших детей к сдаче ОГЭ. То есть она будет их учить правильно писать изложения, сочинения, они будут готовиться к тестовым вопросам на ОГЭ. Это, получается, захватывается не только литература, как я поняла, с сегодняшнего урока знакомства, а и русский язык. Потому что, говорит, литература там очень мало касается на ОГЭ, на этой всей подготовке, там больше идет русский язык с элементами литературы. Вообще этому всему должны учить на русском языке, оказывается. Вот, ну, то есть, как писать изложение, но, говорит, обычно на русском языке учителя очень мало этому времени уделяют, даже в школах, везде. Ну, как бы считают, что это так, напоследок, вот, где-то там. Но не хватает на это времени, поэтому, говорит, очень многие не подготовлены, на самом деле, к ОГЭ получаются дети, потому что не умеют писать изложения и сочинения. И вот, то есть, мы два года, этот год и следующий год будем готовиться к этому. Она их подготовит, мы обговорили, что ожидаем от этих занятий, раз в неделю они будут заниматься по часу. Значит, подготовит их к вот этому, знаете, доступу к ОГЭ, когда в феврале дети идут в школу, и в процессе консультирования или как-то там вот это все происходит, в общем, они сдают что-то, ну, я буду уточнять еще какие-то нюансы, в общем, пойду в школу, буду все это уточнять, что их либо допускают к ОГЭ, либо нет. Вот, тестирование ребенка. Типа собеседование. О, вот правильно это слово, собеседование предварительное, да. Вот она их к нему будет готовить полтора года, получается. В общем, потихонечку, потихонечку мы... У Ани, кстати, французский язык появился уже, все, у них уже было первое занятие, такое тоже пробное, тестовое знакомство. Сегодня тоже было по литературе только знакомство. Она им задавала очень много вопросов, что они знают, что они не знают, что изучали, что еще нет и так далее. И я обязательно сниму Ани на бонжор, или как она там, она говорит, мама, у них ее нет, у них, если они попробуют сказать слово Леша, у них будет Леша. Ну, ее, они даже не умеют выговаривать французы. У них когда было занятие, я просто не смогла потеснять этот момент, этот шедевр, поэтому дальше в этом видео вы увидите, как Аня пытается выговаривать французские слова, это, наверное, такая смехота. Вот, изучает второй язык, начала изучать. Поэтому в этом году у нас репетиторов прибавилось, год будет насыщенный очень. У Анюты занятия французским, сейчас попробую ее тихонько снять. Да, 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 нанеси, Трая, там звуки, чтобы он у тебя проговаривался хорошо. Саак. 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 Ага, сис. Сис. Пять, шесть, значит, четыре, пять, шесть. Значит, хорошо, дочитаем, я еще кое-что расскажу. Бонжур, мадам каприз. Бонжур, мадам каприз. Бонжур, мадам каприз. Бонжур, мадам каприз. Сейчас. Бонгур. А то учиться не хочет. Бонгур, мадам каприз. Банан это аналог, мы типа тана, мы лета тана, мы ничего не знаем, мы в языках, понимаешь? Вот это, я тебя сняла немножко, как-то занималась французским. Бонжур, у тебя ухо выходит просто великолепно. Бонгу, бонгу. Это что такое за французский язык? Бонгу, бонжур. Эр, знаешь, какая у них, я настолько поняла, у них такая эр, как в английском неполная. Знаешь, что? Эр, 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 бонжур. Мы должны говорить, это горло. Да. Эр, эр, как-то. Короче, я науся, бонжур. Вот я такая все же дана в руке. И говорит, у них это наоборот, есть слова, которые женский род мужской, а мужской это женский, и вообще по-другому. Бонан, это она, понимаете, локомотив, это она. И про французское мы узнали, Аня, второе занятие. Первое было больше как знакомство, да, это уже первое занятие такое уже серьезное. Да. Вот, и Аня говорит это, что у них везде, во французском ударение на последний слог. Я говорю, ну классно, тебе не нужно будет слоги учить. Ну, единственное, это... Слоги учить не надо будет. Да, там, получается, ну, как-то в конце идет, которое она вообще не читается, поэтому там есть исключение, как и нужно говорить, где нельзя говорить. Да. Сложно? Нет. Не сложно? Разве что за счет? Что-что? Мы такие сидим, детки все шокучим, и я. Я не понимаю, как это учить. Тут читается не так, как пишется, понимаете? Тут я вообще, я не... Я вообще... Ты все время так грижишь, сидишь там, да? Да. Смешно выговаривать. Учительница как тебе, нравится? Да, очень. Учительница, кстати, зовут, как и меня, Татьяна Сергеевна, представляете? Это вот мы в школе занимаемся Y2Success. Я постоянно в видео о семейном образовании оставляю ссылочку, где мы занимаемся обычно, на каких сайтах, в каких-то репетиторах. И вот там мы нашли репетитора, вот Татьяну по французскому языку. Она и английский преподает, но английский мы у Ольги занимаемся пока. А французский вот она преподает. Я тебе тоже на французский хочу. Тоже на французский хочешь? Зачем? Не знаю. Ты давай английский. Сделай вид, что ты хорошо учишь английский. И когда учитель Ольга скажет, Паша так старается, Паше так язык нужен. Вот как только начнешь стараться, сразу на французский тебя оформим. Поздравляю тебя с первым таким серьезным учебным днем по французскому. Мне очень нравится, что там не так, как в английском, то есть перестановки нет, чтобы, например, вопросить на приложение. То есть как говоришь, так и говоришь, да? Да, здесь главная интонация. То есть можно сейчас в разговорном, но, конечно, если ты хочешь сдавать французский на экзамен, то есть на УГЭ, уже такое, это сдавать серьезно, то лучше там, конечно, там перестановка, вот это все изучать. Но теперь только для разговорного. Анюта же, кто не знает, изучает, чтобы в стюардессе пойти работать. Она хочет иметь два языка. Английский и французский. Так что поздравляю. Вот так Анюта занимается французским. Весело. Проверяем второй? Да. Да. Ну давайте, Паш, сколько получилось у второго? 2х-6у. Так, а для тебя? Х во второй и минус 9у. Минус 9у в квадрате? Нет. Просто. Ага, а один у тебя? 2х в квадрате минус 9у в квадрате. Вот. У меня там же получилось. А, да. В квадрате, извиняйте, я нечаянно записала. Нечаянно написала. Пап, где-то ты забылся. Да. Ты чего? Алгебра. Алгебра проходит. Начался курс алгебры. Первый урок у них в этом месяце. Я вообще вообще ошибку сделал, потому что я знаю, что если там никакого числа не злить, то за них используются не злить. Короче, учеба купить. Сейчас, сейчас подойдет. Я его не подправлю сегодня. Все, да, хватит. Всем пока. Я за все далее. Ну что, какие у вас уже сегодня уроки были? Нет. Алгебра и география. Алгебра и география как? География за какой класс? За девятый. За девятый? Я уже задумала за какой класс. За тебя. За девятый. А алгебра? За восьмой сейчас. За восьмой. За восьмой. Сейчас сначала... Сложно, нет? Мам, мне это сначала... Сложно? Сложно? Ну вот, после лет, конечно, вот так. Втягиваться, да, после лета сложно. Да, говорят, ничего страшного. После лета у вас было, так, типа, все. Потом мы повторяли. Понятно. То есть у вас больше повторения сейчас было, да? Да. Ну, втягивайтесь, ребятки, вы все, втягивайтесь. До этого они занимались так больше английский у них начало, а сейчас у них уже курсы начались по предметам. Вот сегодня первый день. Ждать еще полчаса, пока Тёма занимается английский. Сейчас английский будет, да, Тёма сейчас занимается. Ну, хотя полчаса, отдых немного. Ну, все, вы на недельку позже и так начали заниматься. Да, давай. Все, приятного начинания учебного года. Спасибо.